друзья всем привет сегодня мы с вами окунемся в мое детство и возможно в детство многих из вас это игрушка под названием x машин она от русских разработчиков вышла еще в далеком две тысячи если не ошибаюсь пятом году и для тех лет это было что-то с чем-то в принципе я такой человек что гонки особо не любил я играл в нетверспиды но они мне особо сильно не зашли прошел и наверное только какой-нибудь андеграунд все это не полностью вроде а вот машины с пушками да еще в пост апокалипсисе слушайте блин вот это я любил и в эту игру я помню играл в детстве полностью ее не прошел это я точно помню и воспоминания в принципе остались довольно таки какие-то блеклые но точно помню что игра на те года была какой-то сумасшедший в плане геймплейных механик в плане блин да тут сделано все настолько круто 2005 года я сейчас вспоминаю тут есть разрушаемые объекты их много здесь можно кастомизировать свою машину можно всякие пушки навешивать всякие крутые тачки покупать их как-то кастомизировать разрушаемость в игре более чем отличная то есть для тех лет это еще кстати от российских разработчиков игра эта игра блин наполнена как минимум колоритом как максимум каким-то геймплейным красивым шикарным до движим то есть блин я вспоминаю мне я трясусь если хотите кстати видеть побольше такого рода видосиков то есть какие-нибудь старые игрушки чтобы я поиграл посмотрел на них мы вспомнили немножко поностальгировали так сказать то пишите обязательно комментарии ставьте лайки ну и погнали смотреть погнали играть погнали вспоминать и наслаждаться этим делом новая игра сложность давайте профессионал менять ничего не будем были погнали смотреть не сохранила точных сведений о темных временах наступивших сразу после катастрофы дополнительно известно лишь то что люди выжили в отравленном воздухе благодаря защитным маскам это творение неизвестного изобретателя уравняла всех тонкая преграда вставшие на пути неминуемой смерти стала символом нового человечества маски сплотили людей и придали им силы бороться за место под солнцем возникли новые поселения вдали от прежних городов ставших братскими могилами постепенно были налажены связи между разрозненными группами выживших фермеры шахтеры торговцы возвращение к простым занятиям пошло только на пользу растерянным людям а человек остается человеком во все времена остались те кто сохранял мудрость веков чтобы делиться ею с миром были и те кто предпочел созиданию разрушения да как то вот так у нас с вами все предыстория выглядит уже битый час я жду тебя чтобы сказать блин этот голос а ты опять спишь как суров и тебе доброе утро чего нервничаешь ладно остынь вот так вот этот актер озвучки для мое почтение ты всегда был мне верным подспорьем и многому научился от меня в общем я решил что настало время твоего совершеннолетия теперь ты настоящий мужчина и можешь делать все что пожелаешь даже завести семью но лучше конечно сперва спросить разрешение неужели этот день настал я думал меня будут до старости мариновать на этой ферме то есть я хотел сказать спасибо огромное постараюсь оправдать оказанное мне доверие сэр опять ты ерничаешь а эти глаза ужас и этого не помню кстати что где стерили прямо сейчас могу сесть и ехать куда захочу у если ты так торопишься сесть за руль то отправляйся в южный и передай серго этот пакет а разговор отложим до твоего приезда вот такой друзья у нас с вами вступлением давайте мы трогать не будем и у нас здесь как все работает почему эта игра до 2005 год был вообще замечательный во первых как я уже сказал это колорит это озвучка блин вот этот мужик до который озвучивает отца нашего главного героя я его во многих играх детства помню слышал и он мне очень сильно в душу впился его сейчас голос услышал я аж такую ностальгию словил ну и в чем прикол игрушки как я сказал здесь хорошая разрушаемость я наверно даже смогу сейчас этот столб сломать давайте попробуем смотрите спокойно ломается столб для 2005 года это более чем круто кроме того мы можем констомизировать нашу машину то есть нас есть инвентарь вот так вот он у нас с вами выглядит можно тут накидывать всякие пушки на машину данный нет у нас есть вот шершень до повреждения 5 также можно тут ездить кататься в открытом мире исследовать его кайфовать а больше на самом деле в детстве то мне и не надо было если так подумать да может стать статистику моей машинки прикольно в детстве мне большего вообще не надо было то есть я кайфовал с этого дела и и все и блин чё еще надо ребенку до открытый мир машины пушки все давай сюда будет блин конечно да ностальгия очень сильная прям очень сильная ностальгия пишите тоже в комментах играли ли вы в детстве в эту игрушку или нет вроде как она была довольно таки популярна 2005 год потому что это какой-никакой но был мне кажется прорыв то есть 2005 года было очень интересно прямо очень интересно в этой суде выиграть такие первые соперники у нас тут свалились вниз машинка и мы можем ее накоцать до геймплей возможно уже не такой интересный были цветы какая разрушаемость кайф а лутать можно его не уж плохо помню тоже чё там в игре было но как видно лутать судя по всему нельзя да ну ладно едем дальше тогда но вот этот самый кайф что колорит российские российские постапокалипсис да или не то что российские снг больше да тут наверное от всего взято со всего вот это вот снг от этой всей движухи опыту какая-то заправочка есть у нас с вами так можно погудеть а на какую клавишу хороший кстати вопрос на какую клавишу это делается я там отказался от обучения так на кью можно посмотреть на air можно перезарядиться а что я нажал на h я нажал а это у нас с вами местная чинил когда можно тут починиться можно заправиться а сколько у меня денег это давай и деньги это моя конструкция а где денежки показываются а вон слева сверху с этой день есть давай починимся давай заправимся можно кстати машину красить я этого кстати в детстве не помню нифига себе прикольно машинку даже покрасить можно давай покрасим а чего нет какую-нибудь о вот эта база это нам надо это мы забираем купить так понимаю ничего нельзя да это чисто заправочка не больше не меньше ну поехали тогда дальше ну-ка блин только же машину как видите да на кочку наезжаешь все я вот еще с детства кстати запомнил очень хорошо ты тут мог машину перевернуть зарвать на ровном месте буквально на ровном месте и это очень сильно в какой-то степени я помню меня вымораживала в свое время так а куда-то с дороги свернул ну давайте покатаемся как-никак тут открытый мир знай кайфу и даст этого всего дела надеюсь кстати запись будет нормально идти потому что вы не знаю не представляете как сильно я тут парился как я ввозился с тем чтобы настроить все это дело и она хорошо работала я тут просто пеной уже начинал покрываться от того как блин тут игрушка же старая тут не сначала надо было поменять разрешение потом оба с не мог его захватывать я пытался все это дело как-то настроить не да уже пена после за рта пошла а по а там какой-то лучше 3 есть а пойдем сгоняем чисто ради интереса пойдем сгоняем посмотрим что за лутики потом поедем в город куда там надо посылочку нам доставить если кстати может вообще хотите видеть полное прохождение по этой игре то пишите пишите если вам понравится то я с удовольствием все это дело для вас запишу ними вообще ничего против сам с удовольствием с огромным поиграю наслажусь так сказать всем этим делом я как знаю разработчики тут вроде еще что-то выпускали так поднять груз и что мы подняли картофель средняя цена о 50 баксов или чего тут и рублей да кстати неплохо слушать 50 рублей очень хорошо прям очень хорошо видишь ним точно не будет так лишь бы нам сейчас тут не заехать каким сильным врагам а вон там можно на трассу выехать погнали мы с вами выйдем на трассу куда-нибудь ну так как видите тут еще луда валяется по карте то есть карту исследовать есть смысл это не так что ты ходишь бродишь мир казалось бы да огромный но пустой нет не так тут можно найти к не вкусняшки каким-то интересности так там какой-то уже 75 хп имеет не давай мы туда не поедем опасно опасно но тут колорита то кого это много не спокойно гасим и вот он сказал то лут выпал ой тут выпался ты мы еще картофель с вами нашли какой-то шершень а шершень это воде наш пулемет сайте слабый шершень без прицела это весь к наш вес кстати до который я могу в данный момент перевозить что-то маленько как-то еще маленькое это дело кстати нормально мы налутали ща в городе продадимся а у нас сверху я так понимаю справа синим подсвечено это наш бензин да а слева это наши хп всяких и пашки мы много имеем по сравнению с этими же мобами на а давай сюда влезть заедем тесно тут есть какой-нибудь будет для нас мало ли интересно глянуть было бы все возможно кто кого не надо уезжаем спокойно так а вон кто-то по мини-карте показан смотрите валим город она там стреляет а это та машина за нами выехала не 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 давай до связи мы с вами в город едем ничего не знаю тут поля сад эти какие-то музыка кстати в игре также кайфовая что что музычка моё почтение также так поднять гирус о дрова кстати дрова стоит нормально давай скинем пулемет вот этот и дрова лучше подберем вот и тут унес как башни стоят 1500 хп имеют нифига себе так это что такое добрый день юноша есть минутка какая-то лиса ничего у них с лицами ужас какой-то я что-то в детстве не помню чтобы они так ужасно выглядели если честно я думаю у меня бы должно было отпечаток памяти остаться когда я бы такое лицо увидел но почему-то я это вообще не помню я смотрю ты крутой водила наверное всю округу искали сел мне бы один груз помочь довести а я плохо знаю местность не съездишь со мной по крестным деревням мне кажется меня хотят заманить в ловушку а что собственно за груз да какая-то разница отдельца плева я заплачу а заплачу я хорошо про себя похоже дело тут нечистое стоит ли мне в начале моей карьеры связываться с бандитами и вовек потом не отмоешься чего ты так задумался согласен мы даже не знаю но я бы отказался пока мы слишком слабенькие мне кажется давай откажемся какая принципиальность ладно без обидно иду другого лопуха чао да я так и подумал нас бы сейчас обманули загнали изнасиловали ли чоником с машинами разобрали вы на запчасти до нифига у нее хп неправильно сделал так пустите ну и вот и наш первый городок это даже не городок это вам пост наверно так тут можно в бар смотрите зайти задание взять и продать давайте продадим офигеть тут картошка как дорого стоит нифига тут как видите зависит все видимо от города где-то дорого что-то стоит да где-то что-то дешево стоит вот нам сейчас повезло 600 монет золотали нифига себе это я понимаю всякие пушки можно покупать так что-то больно и громко давай выйдем больно уж она все громко так нам на вот это фермера нужен да я вижу вас влиятельные знакомый молодой человек не кажется ли у мне небольшую услугу собственно дело я случайно застал вашего знакомого серго когда был здесь по делами у меня к нему есть важный разговор который приведет к взаимовыгодному сотрудничеству но к сожалению у меня с собой нет необходимых документов говори прочее что тебе нужно отвезите меня на бензозаправку а ту которому мимо проезжали можно пока серго еще не отправился на север я смогу подготовить небольшие документы необходимые документы и вернусь сюда своими силами ну давай а прям сейчас поедем позже по хорошо так вот не серго нужен наверное кто здесь у нас надеюсь по делу добрый день вы серго и приехал из глухого и привез вам этот пакет да это я а ты видимо сын петра совсем уже взрослые господи шуми с с вами я за учетую еще преисполнять ездишь в одиночку опасные нынче времена совсем бандиты распоясались еле добрался до южного двух охранников загубил наверное это будет моя последняя поездка сюда это мой первый рейс так что насчет посылки предки юноша давай посмотрим товар как всегда отличный держи это твоя награда за доставку спасибо вообще-то я и не рассчитывал ни на что хочу сколько мне дал о 200 монет всего ладно учета а чё может он никакой задание нас передай привет отцу а передам также на бармена давай приветствую тебя путник какие новости представляешь все в порядке порядочному наемнику не к чему руку приложить жаль ладно зайду другой раз окей видимо мы сейчас вам не взяли один квест по нему и пойдем почему так громко осветить может закупаться да можно кузов менять я бы хотел сменить не кузов а перед нашей машины по хорошему чтобы вместить еще одну турель желательно огромный ужас дайка я выйду пока поедем дальше я игру хочу потише еще просто сделать так и мы взяли с вами новое задание а вон там-то тетка не работа трактор 5.5 фига почему-то да в городе как-то все это дело громко звучит уж не знаю почему давай сделаем потише тогда а муточку давай погромче до 2005 года кстати музыка здесь мое почтение вот что что а музыка мне прям понравилось так а нет кстати не эта заправка мне теперь надо домой и на какую-то заправку блин может давай все таки или пока менять не будем еще они тут прям деревне с этой целой снифига себе привет что поговорить хочешь да вроде нет ну поехали съездим на заправку а потом к домой к отцу еще сгоняем и попутно надеюсь что нибудь мы с вами дал утонем там кстати эти еще коробка наверное осталось хотя отсюда и уже не видно но дам зончик в игре блин тоже каефный вот что что музыка в игре крайне хорошая так тут это прошу душу и по офигеть как это хп много больно у него для ага 7 готов лутаем так пулемет под это самое подобрали на шершень отлично охота по горам поездить века что ты вот может быть как у меня спрятан ну мало ли на все возможно в этой жизни чего-нибудь по-любому туда перепрятали мне нет ничего смотри я еще вернусь так аккуратно слазим а то тут разобьюсь только в путь у нас кстати с вами задний кузов до больше по цене жили перед тогда при зарядимся для 2005 вообще каяфа игровка уж на что да сейчас уже понятно что некрасиво все это дело выглядит даже люди с этой ходят не фигасе папа не может стрелять да можно было и побыстрее мне же еще все бумаги надо найти подготовить платить деньги и проваливать мои машины обратно я найду себе другого водила просто робней а он быстрее попросил его довести я и так старался быстро вчера подворотня а сегодня здесь моей машине ишь ты не нравится ему что так медленно для поездки в моей машине надо быть подготовленным и вообще мне не нравится твоя розовая курточка и твои задание выполнил и человека кстати убил 50 монет он не дал на людьми как случае не гасить мы починимся блин дорого стоит так как раз и так продать кстати нельзя а я дрова что ли не продал тогда вроде продавал как так-то так пойдем вернемся в город тогда сейчас вроде человеку убил мне никто ничего за это не сказал но лучше людей не кажется не гасить все равно лишний раз мало ли потом лишь штраф тут в паляют никакой и вообще из города изгоня там турели по мне следать на что твой мне этого не надо для какая водичка посадить озерцо есть полненько так мы поехали в город заедем обновим нашу точилу да и двинемся дальше к отцу домой выполним сюжетное задание и потом и так понимаю нас отпустят возможно уже на четыре стороны на нужно появится какое-нибудь основное сюжетное задание которое нас там заставит за 3 9 земель ехать или что-то в этом духе опа турели стреляет по кому-то там он может залутаем с него черный только погнали глянем так натурали по мне нифига черт не надо плеть все свои какой-то спектр подняли это что такое ой это какое-то новое оружие как раз сейчас обновим нашу точечку возможно мы пушку новую пойти возьмем наденем на а погнали попробуем здесь не смысл туда в деревню заезжать там есть какой-нибудь улут или вообще принципе по что то так давай заедем так мне сейчас тише станет в этом плане ну стало потише но не то чтобы сильно ну ладно чё жаловаться давай нам надо с вами сейчас закупиться а можно прям машину сменить да а я вот на этой катаюсь 1400 али погоди это чисто цвет блин громко все равно почему тут ну а давай быстренько сейчас посмотрим так у меня жук стоит блять геронка так как уже несколько 800 монет надо тут я ничего купить то я не могу слушал вот это могу ржавый каскад он лучше моего да лучше а я его не могу дорого дорого богата ну давай купим хотя бы глянем как это работает мы все равно не хватает да ладно блин не хватает чуть-чуть совсем как так ну тогда чем ничего нового тут нет ну ка к отцу поедем сейчас чушь поделаешь поехали к отцу домой к сожалению не хватает ами на что денег слишком уж дорого тут все это дело стоит кстати вечерея смотрите-ка да интересна тут еще и этот день-ночь меняется тоже хорошо поехали к отцу домой сгоняем вот эта музыка кстати почему-то дальнобойщиков напоминает может это ремикс дальнобойщики в каком году вышел с хорошим вопросом где-то тоже 2000 ты тут другие машины также катаются нейтральные будет еще он одного загасил смотри да путаем все это дело еще дрова зашибись и еще нифига он тут завалил типов так а почему не маркер куда-то не туда показывает а это я не туда поехал маркер все туда показывает но место конечно маловато в машине я как человек который любит лутать все что видят на своих глазах да тут всего 4 лута можно взять и только потом это сидела продавать вот так вот конечно печально ну что ж поделаешь первое орудие так гасим готова средняя цена кстати нифигасе соточка но не одинаковые да абсолютно на они абсолютно одинаковые наша только прочнее так а тучу а вот у дрова ну я лучше оставлю картофель потому что картофель в этом городе довольно таки дорого стоит там довести монет чем тогда было я думаю картошечку лучше оставить ну и поехали у нас этой машины искрится хотя покоться на далеко не сильно кстати даже ты пулевые отверстия на машине остаются они остаются именно куда стреляли они это вроде в борт наверное они появляются уже готовыми на там когда машину по цвет скорее всего нефига мы с вами наваливаем там я только сейчас видел справа сверху 90 кило километров сильно-сильно болеем кажись батя у нас погиб кажись батек все как так-то батя живи я еду м это тень такая ты чё сейчас на такую жизнь батя и мы больше не пообщаемся горит наша ферма 1 врагов вроде даже нету да все спалила хэрин десна как колеса за ты сынок о боже отец что здесь произошло кто это сотворил слушай внимательно ты мой приемный сын возьми это вещи твоего настоящего отца найди Бена Дросселя он исследователь он поможет сын не дай ненависти отравить твою душу моя жизнь что же мне делать это музычка это вообще кольцо у меня ведь никого не осталось и ничего только это письмо сын если ты читаешь это письмо значит я не смог вернуться и вырастить тебя сам я знаю что петр отлично справился с этой задачей я вижу тебя такого молодого и полного силы и сердце мое обливается слезами я виню себя за то что меня не было рядом как и рос и это мое страшное наказание но знай что я не мог поступить иначе передо мной стоит задача всей жизни только выполнив задуманное смогу я успокоиться и вновь почувствовать себя человеком если нет значит я не достоин это письмо извинения прости меня если смотри ты всегда в моем сердце смотри это все никаких объяснений как я могу простить того кого никогда не знал мне больше нечего здесь делать я отправлюсь на поиски бена кто бы это ни был надеюсь он поможет мне обрести себя может быть в южном слышали о нем вот так вот у нас все с вами происходит кстати что круто да вот блины разработчики они в те времена делали игры не ради там каких-то денег да и тому подобных вещей тогда за игры довольно таки мало денег получали тем более вот такие вот я так понимаю инди студия ведь это все дело создала и вот блин в те года игры делали прям ну максимально с душой то есть насколько это только возможно в принципе опа и вот это самый кайф это самый то что есть настоящий кайф то что игрушки то делались блин прям на совесть делались для себя потому что люди делали буквально люди делали для себя они сами играли в свои же проекты наслаждались тем этим делом сейчас такое крайне редко можно увидеть вот наверное последняя кстати которая игрушка мне очень сильно понравилась к сожалению для вас я даже записать не смог по одной простой причине у меня комп не вывез нормально записью да и без записи там по 30 40 pps было надо мне компьютер тоже уже обновлять инди проект тоже инди проект с душой сделан это pacific drive вот кому интересно вся движуха с машинами даже если вы не любите гонки это далеко не гонка никакая это выживать ты там передвигаешься на машине по как бы так выразиться зоне где собственно какие-то аномалии происходят вот эта игра тоже сделана душой этот на на посте единственная игра за последний наверное не знаю чуть ли не год возможно которая правда сделана вот прям душой я по ней видел прохождение я посмотрел я понял что разработчики вот этой игры до pacific drive они ну прям старались они прям старались они прям блин вкладывались в эту игру и у них получилось у них очень получилось такое очень редко можно встретить так что советую вам поиграть блин это конечно кайфовая игрушка жалко вот меня не тянет надо компьютер обновлять ну как то так поехали сейчас с вами заедем в город картошки как на продаем там миллиарды кстати у нас кузов отлетел кажется да окончательно а видите сверху показано что кузов окончательно у нас отлетает хотя хп еще много блин 600 хп кстати знаете что еще вспомнил у этой игры есть единственный минус который я с детства еще запомнил это то что тут нету нормальных сохранений автоматических вроде а или есть неужели добавили просто как будто в детстве я помню что если ты не сохранился то все если ты допустим прошел там несколько миссий там уже далеко ушел ну знаете это все старые игры многие этим болели не знаю почему так сделали но многие игры этой фигней болели что если ты не сохраняешься да то никакого авто сохранения в принципе нету ты там улетел по сюжету уже далеко но умер и тебя откатывает там чуть ли не знаю на час геймплей если не больше назад вот это это я очень хорошо с детства запомнил во многих проектах такая болезнь была причем непонятно почему так сделано да мне кажется были же возможности создать какие-то автосохранения у разработчиков блин фиг его знает ну ладно не суть важно мы почти с вами доехали я вроде уже автосохранения появились какие-то там вот есть какой-то сейв не знаю давнего недавний вроде нет такое ощущение так мы приехали продавать картофан 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 вот вака вот это понимаю картошки правда так давай пообщаемся с барменом кстати тот мужик уехал или с кем давай что ваш женой так ясно давай с барменом тогда ты из глухого на глухой напали все погибли мой отец мы слышали и соболезнуем всякое случается угощается за счет заведения спасибо не надо я уезжаю отсюда никто не слышал ничего про бена дросселя или про исследователей нет здесь тебе никто не поможет места у нас богом забытые попытай счастья в восточном там вроде торговые пути сходятся может и узнаешь чего прощайте я отправляюсь искать свою судьбу давайте тогда знаете чего мы сейчас с вами закончим но перед этим закупимся напоследок обновим нашу тачку посмотрим хоть что тут есть тут ничего не обновилось мало ли обновить я хочу перед машины ну вот тут за 2000 желательно покупать может тогда жопу сначала вот тут самая дорогая жопа как раз стоит мне чуть-чуть не хватает ты заколебал меня так я продаю эту пушку ничего не знаю хочу закупиться лично чуть-чуть не хватает как как-то вот это и стэш как увеличивается мы теперь сможем раз два три мы теперь шесть шмоток сможем вся закинуть осады как обновилась ну-ка нас эти ночь наступает осады как у нас жопа обновилась вот это я понимаю осталось только починиться не знаю на какие шиши у нас денег не осталось хотя чё то есть ну и друзья давайте-ка на этом закончим продолжим возможно уже следующей серии зависит от того насколько игрушка вам сильно понравится в принципе я кайфую вот честно блин я даже без записи с удовольствием ее пройду ну и пишите что думаете и вообще как вам такой формат контента хотите ли видеть какие-нибудь возможно еще старые проекты возможно да которые вы играли в детстве пишите мне я посмотрю поиграю блин может сам чё вспомнил вот просто у меня спамить тоже дырявая многие игры уже позабыл я эту-то вспомнил только потому что я сегодня увидел о ней то ли какую-то новость то ли просто она в ютубчике попалась там какая-то то ли десяти да десяти годовая давняя там видосе какой-то блин вообще да как-то так всё сайбы как созелёк теперь на канале подписывайтесь лайки, коменты, колокольчик всё это дело прожимайте, тыкайте, пишите всем спасибо за просмотр, друзья всем пока